А теперь о братьях наших меньших. Согласно статистике, более половины россиян имеют домашних животных и доля таких граждан постоянно растет. Одновременно повышается общественный запрос на гуманное обращение с теми, кого мы приручили. И вот Государственная Дума Российской Федерации приняла проект закона о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения. Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные нередко содержатся в недопустимых условиях, голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Подробнее о новых законодательных инициативах в нашем следующем материале. Законопроект вносит изменения в статьи 5 и 11 Федерального закона номер 498 об ответственном обращении с животным. Он установит требования к местам, используемым для продажи животных. Предполагается, что это фактически будет означать запрет подобной торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках. Ранее в Думе подчеркивали, что в таких торговых точках животные содержатся в недопустимых условиях, а покупатели нередко рискуют приобрести не совсем то, на что рассчитывали. Это вам совершенно не гарантирует, что вы приобретете действительно качественное породистое животное. Это раз. Во-вторых, это, к сожалению, становится для многих людей таким жестоким достаточно бизнесом, когда люди начинают эксплуатировать животных, начинают их превращать в таких бесконечно плодящихся существ. Дмитрий Нечаев в целом приветствовал законодательные нововведения, но отметил, что их успех будет зависеть от контроля за неукоснительным соблюдением этих норм. Они вступят в силу с 1 марта 2023 года. С другой стороны, люди сами могут предотвратить продажу животных в недопустимых условиях. Если каждый человек, который захочет завести питомца, будет обращаться в приют для животных, то таких птичьих рынков станет намного меньше. Щенок хороший, собаки стоят очень хороших денег, если это животное из питомника. Остальные все животные, которые продаются по объявлениям, это животные, которые без контрольного разведения. И 70% приюта состоят именно из таких животных. Таким образом, если кто-то захочет приобрести породистую собаку, то лучше стоит обращаться к официальным заводчикам, состоящим, например, в Российской кинологической федерации. Но если вам просто нужен компаньон, верный друг, то питомец из приюта будет ничем не хуже дорогостоящих животных. В нашем регионе есть множество мелких и два крупных приюта. Лафа-анимал с Твери и Новая жизнь в Бежицке. Здесь любой желающий всегда может выбрать из сотен вариантов самого верного и любящего четвероногого друга. Единственное условие – это любовь должна быть взаимной и ответственной. Все животные здесь здоровы, привиты и стерилизованы. А еще почти все абсолютно дружелюбны к людям. Вам нравится тут? Нравится. Собаки, которые с улицы, они совершенно такие же замечательные и добрые, и послушные, и очень умные. И вот мы делаем с ними очень много команд. Сейчас в приюте Лафа-анимал находится более 200 животных, многие из которых являются породистыми. А некоторые из них уже давно ищут свой дом. Если вы готовы взять животного из приюта, то оно обязательно ответит вам любовью и станет вашим самым преданным другом. Субтитры создавал DimaTorzok